Друзья, приветствую вас на канале Хоббит Варгеймер, с вами Хоббит и это Warhammer Daily, ваша ежедневная доза новостей, слухов и сливов о Warhammer. Сегодня у нас 27 июля и мы с вами, как обычно, начинаем ролик с просмотра Warhammer Community, нашего основного сайта для просмотра различной инфы по Warhammer. И начинается у нас, начнем мы сегодня с того, что посмотрим новость, новость статью, тизер новых минищек для Legions Imperialis. Это такая у нас игра, напоминаю, в уменьшенном, еще более уменьшенном масштабе по сравнению с Warhammer 40 тысяч, это эпик масштаб так называемый. Все это дело тянется с давних каких-то времен и, в общем, да, сейчас эта система возрождается. Вот тут, видите, у нас красивый ролик, показывают стол, который на самом деле будет не очень большим. Вот, и речь идет, в принципе, о Тирейне, о Тирейне. Минищики нам более-менее показывают, у нас даже сегодня в выпуске будет еще одна статья про, на самом деле, про Legions Imperialis, но в этой конкретно нам показывают Тирейн. Вот, давайте смотреть, собственно, непосредственно, что у нас будет по Тирейну для Legions Imperialis. Сейчас новое, вот то, чего мы еще не видели, это, значит, само поле будет состоять из шести таких вот квадратных, ну, квадратных, собственно, квадратных секций, сегментов. Они будут 12 на 12 дюймов и будут состоять из прямой дороги, двух прямых дорог, одной Т-образной и одного перекрестка, можно сказать, да. Двух, простите, перекрестков. Вот, и, собственно, это все нам должно дать такую вариативность, в общем, можно будет их по-разному переставлять. Ну, на самом деле, это все минорно, мне кажется, будет влиять в целом на ощущения от игры. Ну, однако, вот, да, модульный Тирейн. 12 на 12 дюймов, это мне напоминает, если я не ошибаюсь, поля для Некрамун, да, они тоже были 12 на 12 дюймов. Опять, если я не ошибаюсь, возможно, они 24 на 24. Да. Вроде 24 на 24. Ну, да ладно, не суть, поправьте меня в комментариях. Но 12 дюймов на 12 дюймов выглядят достаточно, ну, небольшие такие прям получаются. Мне кажется, примерно вот столько, да, 12 дюймов у нас. Вот, то есть, ну, такой вот, такой вот квадратик. Что дальше? Дальше тоже мы этого еще не видели с вами, это прям, ну, нам показывают, что будет, какой Тирейн. Вот, руины, набор с руинами. Там даже, видите, есть микроскопические лесенки, да, то есть, чтобы... Ну, и достаточно, как бы, местные этажи, чтобы вы могли ставить туда свои юниты. Насколько я понимаю, потому что, ну, можно будет не только в саму руину ставить юнит, но еще и на непосредственно второй этаж. Потому что где-то я это видел, где-то юниты они нам показывали, которые стоят. Вот, сейчас точно не скажу. Ну, ладно. И напоминают, что у них есть еще два набора, вот таких вот, со шпилевилями. Один включает в себя просто блоки зданий, ну, как бы вот, собрать просто небоскреб без шпиля. А есть набор отдельно со шпилями. Вот, то есть, вы эти два набора берете, Pineapple, Apple Pen, ну, и трах-бабах у вас получается что-то вот подобное тому, как оно выглядит непосредственно на картинке. Вот, а также нам напоминают, что, в принципе, существуют... Да, если что, все эти наборы, они для Adeptus Titanicus. Это такая игра про противостояние титанов. Теперь титаны из этой игры, они тоже у нас будут в игре Legion of Imperialis. И также самолетики из игры Аэронавтика и Империалис, они тоже будут в игре Legion of Imperialis. Слишком много слов Империалис, мне кажется. Вот, и называться, кстати, Аэронавтика тоже будет теперь Аэронавтика Империалис Horus Heresy. Вот, 40k в Аэронавтике отменяется. Ну, вот, как-то так. Значит, да, напоминают нам, что есть набор с кранами и разными индустриальными сооружениями, которым даже есть крохотные малюсенькие мониторум-контейнеры, которых, в принципе, завали во всех клубах и в целом на развалах Тирейна. Сейчас у вашего покорного слуги аж 5 контейнеров есть таких, ну, только обычного нормального масштаба. Ну, в общем, да, напоминаю, что есть такой набор. Все это можно будет использовать в новой Ереси Хоруса, малюсенькой, крохотулечной Ереси Хоруса. Ну, и вот, собственно, на этом статья заканчивается. Следующая статья у нас посвящена 40 годам юбилею Вархаммера. Ну, статьи, в которых Getswork Shop нам показывает легендарные всякие минички, да, характерные для Вархаммера в целом. Тут и Фэнтези, и 40К, да, то есть все вместе. В данном случае у нас идет речь о персонаже по имени Алариэль the Ever Queen, так называемая. Она у нас еще со времен Фэнтези Бэттлс есть. Да, вот ее текущая инкарнация, такая вот богиня возмездия на таком вот огромном жуке, жуке-олене или типа того. Текущая инкарнация ее перешла из мира, что был, то есть из Вархаммер Фэнтези Бэттлс перешла в мир Age of Sigmar. Сейчас она у нас является, ну, родоначальницей расы Сильванетов. Вот, она является, ну, символизирует под собой непосредственно вообще жизнь как таковую, богиней жизни она является, да, и защитником Герана. Геран это мир, один из миров, это же у нас теперь Age of Sigmar, это у нас что-то типа мультивселенной а-ля, ну, то есть там планы различные есть, да, вот эти миры, планы, мир смерти, мир жизни, мир там огня, мир воды, ну, в общем, вот такое вот, это кто, не в курсе. Я сам немножечко плаваю, но что-то типа. Чуть-чуть разбираюсь. Вот, ну, собственно, да, она у нас тут погибала в Age of Sigmar, ее нурглиты, ее там побили, захавали, уничтожили, потом она возродилась такая вся из себя боевая и вообще несет возмездие во имя Луны, точнее жизни. Вот, ну и какая же она у нас была в свое время, а вот такая вот она была, Лерель, высшая эльфийка, маг, магичка, магиня, называйте, как вам хочется, собственно-то, ну и также аватар, аватар Иши, богиня, матери богини, которая там отвечала за силу природы и всякое такое, вот. В общем, такова была Лерель, такова она стала и, что-то сказать, ну, показывают нам еще Сильванетов, да, показывают этих вот ребят, таких интересных, интересную фракцию, в которой, по сути, наверное, переродилась фракция лесных эльфов. Из Warhammer, Warhammer Fantasy Battles, вот, да, они тоже и лучники, и мечники, и разные есть твари, красивые миниатюры, интересно красить, вот, ни разу этим не занимался, но, в целом, сочувствую тем, кто ее собирает, ну, в плане как, в хорошем смысле слова, вот. Вот, ну, что тут еще сказать, ребят, давайте идти дальше, дальше у нас дела забугорные, нас, в принципе, особо не касающиеся, однако, хоть, надо приятно заглянуть, знаете, за ширму, а чем там вообще люди развлекаются, так сказать, в тех частях мира, где есть все официальное агентство форкшопа. Например, в США будут специальные ивенты в октябре, например, с 13 до 15 октября будет Open Tampa, так называемый, ну, как-то, турнир по Warhammer 40 000, вот. Не знаю, сколько там будет мест, но 350 билетов уже продано, пишут они в статье, в общем, это такой большой-большой турнир по сорокету, назовем Tampa Open, вот. Будет он, видите, Tampa Bay, залив Tampa, Флорида, прям все так это, наверное, будет жарко, хотя, подождите, октябрь, я не знаю, как там во Флориде, но во Флориде вообще-то юг штатов, поэтому там, наверное, будет так приятно, бархатный сезон, возможно, я не знаю. Дальше будет по Ереси Хоруса, получается, у нас ивент, но это уже ивент будет в Warhammer World. Напоминаю, что Warhammer World находится у нас в Ментингеме, там, где штаб-квартира, Генсоркшоп непосредственно, офис центральный, там также проходит, ну, туда можно не просто прийти на экскурсию, туда можно прийти на какой-то ивент или забронировать стол, покушать и выпить в Багмане, в таверне Багмана, например, ну, в общем, такое интересное место. Вот. Кто был, тому завидуем. Вот. Значит, 4-5 ноября будет у нас такой вот Siege of Relax City. Это командный ивент, там будете в командах по 4 человека будет происходить такой вот ивент, нарративная игра, что прикольно, вот, самих ГВшников. Также будет, видите, 11-12 ноября будет матчевая, матчевая игра, то есть, ну, Крунсорк Портадроч, что называется, да, все серьезно, будет по Warhammer Age of Sigmar, ну, и также по Middle-Earth, это у нас Властелин колец. Оказывается, в Генсоркшопе, ну, кто не знал, есть игра с миниатюрами по Властелин колец, которые они, в принципе, ну, худо-бедно поддерживают, вот. Будет также, вот, видите, 25-26 ноября будет тоже матчевая игра, все на серьезных щах, естественно, и вот 8 ноября будет Kill Team Critical Ops 2, называется, ивент, тоже матчевая игра, матч-плей по Kill Team, Warhammer 4000 Kill Team, и по Warcry 24 ноября тоже, видите, сколько много различных ивентов запланировало ГВ, не для нас с вами, поэтому, ну, кто туда может поехать, кто попадет, ребята, вам респект увожу. Ладно, давайте смотреть дальше. Ересевый четверг, так, а то, что был, тоже Ересевый четверг, ну, да ладно. Значит, данный Ересевый четверг, сегодняшний четверг, правильно, да. Значит, показывают нам еще маленьких танков, 3 целых танка, которые будут в Legends Imperialis Yerish Horus. Вот, что же там будет? Будет там у нас Kratos Heavy Tank, между прочим. В двух, нет, не в двух, в вариациях с аспансонами без, можно будет повесить туда, значит, этот вот Dozer Blade, ковш, ну, что-то типа там, дорогу расчищать, короче. Вот. Можно будет их водить, эти танки, аж в детачментах, в отрядах по 6 штук. Ну, вот, такие вот они. Дальше, Bain Blade, мощь 11 стволов из 30-го тысячелетия. В принципе, по-моему, такой же, как и в 40-ом тысячелетии. Bain Blade, классный. Ну, может быть, даже игроки за Астромилитаром захотят себе просто иметь коллекции. Крохотный, малюсенький Bain Blade. Вот, по-моему, мимимишно, очень клево, выглядит прикольно. Вот. Будет в двух вариантах, Bain Blade или Hillhammer. Вот. Чуешь сказать. Ну, и Damus Pattern Rhino, да, или Rhino, или Носорог. В общем, будет вот, ну, транспортинг для того, чтобы, ну, вообще в игре, как бы, Legion of Prius надо будет захватывать точки внезапно, да, и, собственно, это вот ключ к победе. Вот, так как вы будете свои отрядики на ринках забрасывать куда-то, быстренько скорить точки и побеждать. Ну, вот, в общем, тут написано, что Pack of Ten. В общем, 10 машинок будет в одном наборе. Я вот, честно говоря, не знаю, это правда или нет, но вот, может, я просто как-то ошибся. Ну, вот, вы меня поправьте, если что. Ну, в общем, будут разные закачки. Видите, тут и Ракетница, и Хантер Киллер Миссл можно будет повесить, и Болтеры, и Фиголтеры. Короче, всякое разное. Это интересно. Интересно вообще, сколько будет в коробках вот этих вот миниатюр. Если 10, ну, они же крохотные совсем. В принципе, а что их там по 3 штуки продавать? Там, ГВшники же хотят побольше денег. Ну, что-то там, ты же не будешь просить, как за самолётики там. Ох, стоили коробки, будь здоров. Ну, да ладно, поживем-увидим, как говорится. Вот. А дальше у нас с вами, ребят, такая фигня. Новости, в принципе, на сегодня закончились. Что я сегодня не дорассказал, что сейчас вышло на момент записи ролика, то, конечно же, завтра вам расскажу. Вот. Ну, внезапно вообще подкрался вчера. Вчера подкрался, как это называется, для... Ну, это Ирата. Называется Ирата, файл с Иратой. Вот она здесь у нас представлена на сайте. Индекс карты, видите, обновлено 26 июля. Вот. Открываем этот файл. И что мы там видим? Куча всего. Аж 8 страниц различной Ираты. То есть нам, ГВшники, исправляют 10-ю редакцию с ракетом тем, что вносят различные правки в датакарты. Вот. В принципе, как бы, окей. Насколько я понял, изучая, в основном здесь закрываются и справляются всякие ляпы, которые, видимо, по... Как сказать... Наличный, ну, как сказать, человеческий фактор. Да, вот, ну, пропустили. Пропустили всю эту фигню. Ну, надо было быстро выпускать правила. Нужно было 10-ю редакцию пушить. Прям все-все фракции нужно было обновить, кучу листов выполнить. В принципе, оно понятно, что куча ляпов. Единственное, что мне непонятно, зачем вы продавали эти гребаные карточки, картонные, которые теперь людям нужно переписывать или еще что-то сделать. То есть они буквально спустя месяц просто превратились в тыкву. Вот. Я очень рад, что я себе не покупал. Оно что-то и стоило дорого. И в целом я разочаровался в карточках. Вообще, я, конечно, как любитель настолок, как гик, как нерд, я люблю всякое карточное барахло. Но здесь уже, честно говоря, уже просто перебор какой-то. Вот. Поэтому, ребятушки, вышла Ирата. Смотрите, изучайте. Я здесь по астромилитарам посмотрел кое-что. Что-то меня расстроило, а что-то вообще пофиг, честно говоря. Вот. Расстроило меня, что мне убили Aegis. Вот. То есть здесь там прямо написано, что Aegis Battle Line. Прямо написано, что эта модель должна состоять из одной секции платформы, из пяти щитов, двух сломанных щитов. Ну, вот этих вот, ну, как там же, броневой щит ставится, да, чтобы для защиты. Это как забор такой ставится, заграждение. Вот. Ну, и видите, в общем, старый Aegis уже под это описание не подходит. И получается, он перестал быть легитимным. Поэтому, ой-ой. Вот. В общем, это единственное, что меня, в принципе, чутка расстроило. Я, в принципе, и так не планировал играть с Aegis, но правила интересные. Поэтому я думал, что может быть когда-нибудь, а теперь, блин, надо покупать модель, которая пятеру стоит вообще ни за что, просто, честно говоря. То есть там просто, блин, забор. Вот. Ну, в общем, да. Спасибо ГВшникам. Мне тоже поднастрали в утреннюю кашу, как говорится. Да. А вы, друзья, смотрите, читайте Ирату, скачивайте новые карточки, потому что, смотрите, все карточки обновили. Видите, 26 июля обновлены все-все-все-все-все фракции, которые у нас есть. Если что, многие, кстати... Так, то есть, а что Тираниды у нас не обновлены? Хм. Ну, может быть, для них нет изменений. Видите, Хаос Найтс и Тиранидс у нас почему-то нет. Вот. Странно. А может, до них еще не добрались просто. В общем, да, друзья, а вы, если вы не знаете, как зайти, вы заходите на сайт Вархаммер Комьюнити. Здесь есть специальная, ну, раздел сайта, Downloads называется. Вы заходите в Вархаммер 40 тысяч, и здесь вы видите все-все-все. Естественно, здесь никакого русского языка у нас. Смотрите, а что на русском есть? А, ха-ха. О! Боевой удав. А, простите, устав. Мониторума. А, это 22-й год. Все, я понял. А, даже было что-то на русском языке. Это так забавно. Короче, на английском языке вы все скачиваете. Вы же уже выучили английский язык, правильно, по правилам Вархаммера. Вот. Поэтому скачивайте свежие, свежие всякие штуки. Здесь же не только есть для 40-х, это основные вот эти вот все даталисты. Здесь же еще есть Империал Армор, это юниты 4G. Видите, все здесь есть. Здесь есть также легенды, правила на легенды для всех, видите, армий. Здесь плюс еще есть правила на комбат-патрули. И тоже их, наверное, обновили. Нет, их не обновляли уже месяц. Я думаю, что забить гвшникам на эти комбат-патрули один раз выпустили. И особо не будут заморачиваться. Но я буду рад, если я не прав. Вот. В общем, здесь куча всяких правил. Заходите в этот раздел с сайта Вархаммер комьюнити. Скачивайте. Ссылочка будет в описании к ролику. Далее. Ну, Чаптер Мастера Волрок нас тут какими-то слухами радует, на самом деле. Но я посмотрел ролик, как всегда, ничего не понял. В общем, будут какие-то новогодние... Кажется, новогодние будут наборы по Саракету. Возможно, будет новая модель для Гвардии, Астромилитарум. И, возможно, это будет Касыркин персонаж. Вот. Именной персонаж какой-то. Вот. Далее, значит... Ну... Тут он понемножку смотрел новую анимацию, например, с Вархаммер Плюс. Также отреагировал на новость про то, что часть у нас... Ну, миниатюр... Вчерашняя новость, да, получается? В вчерашнем выпуске было. Позавчерашнем, простите. Вот. У нас выходит из... Ну, из оборота, скажем так, да. Ну, в общем... Так, так. Самое интересное, конечно, у Волорока всегда... Слухи. Ну, и аспект с тактикс. Тут, ну, чисто, знаете, посмотреть, что вообще происходит в... В прессе, так сказать. Здесь у нас тоже по-разному. Винрейты армии 40к. Как играют генокульт десятки. Насколько хороши или нет вообще в целом фаза ближнего боя. Ну, в общем, чтобы посмотреть, что поанализировать есть. Вот. Поэтому так чисто вам уже до кучи я это все показал. Вот. Самый популярный, на самом деле, это одни из самых популярных каналов, да, в западном сегменте. И именно касающиеся игры непосредственно самой, да. Ну, Волорок еще лор, правда, там затрагивает, да, и всякие там обсасывают лор и всякое прочее. Вот. Друзья, что я хочу вам сказать. На сегодня все. Надо бежать, успеть, выпустить, смонтировать и выпустить сегодня этот ролик. Завтра мы с вами увидимся. Завтра пятница. Но, не забегая сильно вперед, мы с вами увидимся еще сегодня в 20.00 по Москве. На хобби-стриме. Приходите, задавайте вопросы по красу. Общайтесь, красть и миниатюры вместе с нами. У нас сегодня 201 стрим. А вчера был юбилейный 200. Поэтому, друзья, мы продолжаем вас радовать, вас поддерживать, ну, чем можем. Своим опытом, который набрался, ну, за без малого 20 лет. И вообще, в целом, в занятии по красу миниатюр. Поэтому, ну, чем сможем, поможем. Вот. Что сказать. В общем, мы с вами увидимся. Обязательно не забывайте подписываться на наши соцсети. Обязательно в телеграм, пожалуйста, вступайте в нашу группу. У нас отличная группа для общения. Мы там лампово обсуждаем разные вещи. У нас там практически нет флуда, кроме ночного. Вот. И всякого там. Всяких прочих нехороших вещей. Ребята, все культурные. Очень рады новичкам. И когда присылают фотки своих покрашенных или в процессе миничек. Вот. Поэтому, да, обязательно вступайте в группу телеграм. Не забывайте на канал YouTube. Подписываться, ставить лайки и оставлять комментарии в поддержку канала. Комментарии это очень важно. Таким образом, YouTube понимает, что наш контент людям вообще в целом интересен. И начинает рассылать их большему количеству людей. И показывать большему количеству пользователей YouTube. Поэтому это очень важно. Если у вас есть желание поддержать канал, сказать нам спасибо. Лучший способ это сделать, это ставить комментарии под нашими роликами. Ну, а также проверять наш канал на выход нового контента. У нас каждый будний день выходит что новенькое. Как минимум выпуск новостей, стрим. Ну, или еще до кучи что-нибудь мы стараемся делать. Вот. Все. Спасибо вам огромное за поддержку. И желаю вам удачи. Пока-пока.